Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании Текмил и сами я, Артур Идиатулин. Продолжаем мы обсуждать ситуацию на валютном, товарном и фондовых рынках. Прежде всего посмотрим на график нефти. У нас по VTI произошел пробой уровня 70 долларов за баррель вот здесь. Двигаемся мы к отметке 75 долларов за баррель. Это у нас максимум с 2018 года. Это потенциал роста есть, по крайней мере, потому что, во-первых, у нас произошел, особенно это хорошо видно на дневном таймфрейме, пробой уровня 70, что мы долго пытались вот здесь сделать. Произошел у нас вот этот пробой вот здесь. И, значит, при этом мы видим, что с технической точки зрения у нас перекупленности здесь никакой нет. Мы приблизились, да, к верхней границе диапазона RCI в 70 пунктов, но мы видим, что вот это движение вверх, оно не сопровождалось вот здесь перекупленностью. То есть потенциал роста с технической точки зрения, с точки зрения момента, он еще есть. Также, если посмотреть, собственно, на дневной таймфрейм, да, ситуация очень похожая. Да, есть бурный рост, чуть ли не вертикальное вот такое движение. Но, опять же, видим, что по RCI у нас вот здесь, да, около 70 пунктов мы находимся, но не вышли еще за границу, за верхнюю границу, чтобы рассматривать, да, какие-то коррекционные движения. Собственно, если мы посмотрим предыдущий эпизод выхода, да, в RCI вот здесь, вот он получается. После этого еще небольшое движение и последовала какая-то коррекция. Сейчас, получается, запас входа вверх еще есть, этому благоприятствует как, собственно, до технической картины, которую мы видим, так и фундаментальные поступающие данные. Например, вчера у нас вышли данные от Американского института нефти, он публикует данные по запасам США. Собственно, они у нас в целом показали, что запасы продолжают снижаться. Да, меньше, получается, запасы коммерческой нефти США снизились, меньше, чем прогноз. Но, в целом, они продолжают снижаться, у нас есть устойчивая тенденция к снижению запасов. Если снижаются запасы, это всегда благоприятно для нефтяного рынка, потому что у нас больше, ну, точнее, возможности влиять у американских производителей на дальние контракты по нефти, да, они у нас снижаются, потому что у них меньше запасов. Вот это нужно иметь в виду, вот эта положительная устойчивая тенденция к снижению запасов говорит нам о том, что растет у нас, прежде всего, спрос на нефть в США, поэтому, собственно, и снижаются запасы. Вот такое вот значение, да, снижение запасов от Американского института нефти, конечно же, положительное ожидание формирует перед отчетом энергетического агентства США официальные данные по запасам нефти, они у нас появятся сегодня, скорее всего, они также укажут на снижение вот здесь, поэтому следим за вот этим отчетом, чтобы понять, чтобы, собственно, понять, что у нас будет происходить по запасам. Ожидается вот такое вот снижение, если мы видим что-то большее, какое-то значение, большее снижение по запасам, это, конечно же, еще позволяет ценам укрепиться сегодня, развить восходящий момент, да, который не имеет. С точки зрения спроса, да, мы сейчас обсудили ситуацию и продолжение, с точки зрения спроса у нас продолжают поступать позитивные сигналы с коронавирусного фронта. Ну, во-первых, да, у нас в мировом масштабе рост числа, прирост суточных случаев заболеваемости COVID-19, он продолжает снижаться. А также вот у нас некоторые чиновники здравоохранения, например, министр здравоохранения Норвегии заявил, что пандемия уже, ну, в целом, можно считать, что она позади. Конечно, обрек он на себя вот таким громким заявлением некоторую критику, что он позволяет себе так выражаться, да, но в целом, как бы, уже появляются вот, да, отдельные такие точки зрения среди даже высокопоставленных чиновников, которые говорят, что пандемия уже не оказывает такого сильного влияния, как она там месяц или два оказывала на потребление, в том числе нефти. Ну, главным контраргументом сейчас к росту нефти вот здесь не немедленным, а, скажем, в среднесрочной перспективе выступают у нас запасы мощностей, производственных мощностей ОПЕК, 6 миллионов баррелей они сейчас не используют, недопользование идет у них вот таких мощностей в 6 миллионов баррелей. Конечно же, эти мощности будут постепенно вводиться, если ОПЕК будет видеть, да, то, что спрос, рост спроса позволяет, да, подстраивать продолжение вверх, увеличивать продолжение. Это будет происходить постепенно, это будет ограничивать очень сильный рост цен на нефть. Но пока у нас ограничения от ОПЕК учтены, совсем недавно у нас было заседание ОПЕК, все, что уже было сказано и было принято, оно уже учтено в ценах, и поэтому сейчас ситуации в ценах, нефтяными костеревками, все целы управляют информацией, которая связана с перспективами спроса. Другим, собственно, важным индикатором позитивной картины на нефтяном рынке является у нас спред между бренд и VTI, он у нас сейчас снижается, достиг он минимум, получается, с 2018 года, с ноября, получается, 2020 года, точнее, когда у нас сжимается этот спред, это в том числе говорит о том, что спрос в США на нефть, он растет опережающими темпами, или предложение, получается, не растет так быстро, как этого ожидалось, поэтому спрос на VTI растет быстрее, чем на бренд, и, получается, спред между ними будет сокращаться, потому что VTI дорожает быстрее, чем бренд, поэтому между ними ранее сокращается. Вот это вот нужно иметь в виду, хорошее состояние американской экономики выражается в том числе повышенным спросом на нефть, что вот сжимает вот данный спред, спред между бренд и VTI. Это в целом является признаком экспансии США, и, понятное дело, их рост будет постепенно передаваться и на другие экономики. Собственно, смотрите, у нас есть комбинация из растущей нефти, которая пробивает сейчас ключевые уровни. У нас сейчас, грубо говоря, снижаются, снизились шансы на раннее ужесточение ФРС, особенно после отчета Non-Farm Payrolls, который вышел в прошлую пятницу, а пятницу он снова разочаровал. И плюс у нас есть отчет по инфляции в России, вышел он, получается, у нас с 7-го числа. Вы, наверное, за ним также следили, собственно, показал он перелет инфляции в РФ в мае, то есть ожидалось у нас 5,8%, инфляция скорость до 6%. Что мы имеем? Собственно, вот эти три фактора, да, они нам в общем целом дают вот такую комбинацию, которая резко повышает привлекательность керри-трейда. Да, есть ожидание до того, что ЦБ, ЦБ, Банк России у нас повысит резко ставку, чтобы противодействовать вот таким инфляционным явлениям. Видно, что инфляция сильно ускоряется, нужно повысить ставку, чтобы ограничить рост цен. С другой стороны, мы имеем, что в США у нас ФРС не так быстро стремится повышать ставки, сокращать программу количественного смягчения. И получается, что у нас сейчас сформируется ожидание того, что дифференциал ставок, разница между ставками в облигации в России и в США, эта разница, она будет увеличиваться. И при этом, конечно же, те инвестиционные потоки, которые связаны с керри-трейдом, которые связаны с тем, чтобы получать разницу на вот этом дифференциале ставок, вот эту доходность, вот эти инвестиционные потоки, они сейчас будут усиливаться. И это хорошо у вас сейчас заметно в ситуации по паре доллар-рубль. Мы, получается, три раза утыкались в уровень 72-65, примерно, начиная еще с прошлого года. И вот сейчас у нас происходит долгожданный пробой этого уровня, мы уходим ниже. Что сейчас нужно иметь в виду? Заседание Банка России состоится у нас в пятницу, есть спекуляция, есть слухи того, что будет поднята ставка сразу на 50 базисных пунктов. Это означает, что резко повысится привлекательность, опять же, этого керри-трейда. Поэтому вот на этих ожиданиях сейчас пара доллар-рубль нас прибивает, вот этот ключевой уровень поддержки, назовем его так, и движется ниже. Вот этот пробой, на самом деле, о многом говорит. Вот это вот нужно иметь сейчас в виду. Но дальнейшее движение вниз, оно хоть и вероятно, да, нужно его расставить как базовый сценарий. Если мы завтра на отчете по инфляции в США получаем очень какое-то сильное значение, давайте посмотрим, собственно, что у нас там представляет из себя консенсус. Значит, собственно, отчет по инфляции. Базовая инфляция ожидается в 3,4%, широкий показатель 4,7%. Если мы здесь видим что-то, скажем, в 3,7% и выше, здесь мы видим что-то больше 5%, вот такие вот значения, то, конечно же, я думаю, это убедит рынки, прежде всего долговые, что ФРС уже на ближайшем заседании, получается, 16 июня, начнет постепенно вводить какие-то комментарии, которые связаны с сокращением КУЕ, то есть с таким ужесточением, началом ужесточения политики. И, конечно же, в ситуации с рублем появится контраргумент. Да, Банк России у нас ужесточает политику, какое-то хорошо наглядное вино, но с другой стороны и ФРС тоже не отстает. То есть они тоже постепенно начинают, по крайней мере, давать намеки на то, что они пораньше начнут сокращать КУЕ. Поэтому появится контраргумент к привлекательности Кэрри Трейда, в том, что замаячиваем на горизонте ужесточение ФРС, и поэтому рублю не так будет легко укрепляться, получается, против доллара. Но если мы завтра с вами видим какую-то среднюю инфляцию, скажем, которая будет у нас примерно в этом районе, так же, как и прогнозы, или даже ниже, ну, что маловероятно, конечно. Но если мы видим инфляцию в этих прогнозах, это уже, на мой взгляд, однозначно дальнейшее укрепление рубля в сторону уровня 70-65. Опять же, потому что у нас воплощаются вот эти ожидания, что Кэрри Трейд будет привлекательным, поэтому эти ставки, они оправдываются, и рубль укрепляется. Поэтому три сейчас момента, да. Банк России, ну, инфляцию мы уже РФ с вами посмотрели, отчет по инфляции в США, потом в пятницу решение Банка России, точнее, даже два получаются события. Вот за ними мы, собственно, следим, они будут определять дальнейшую краткосрочную судьбу пары доллар-рубль.